здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы снова находимся в германии и будем разговаривать об еще одной уникальной возможности приехать в эту страну с целью поработать в качестве гувернатки или как принято это называется няней до более официальное название этой программы это опи и сегодня мы расскажем о том как какими критериями должен соответствовать соискатель для того чтобы приехать страну с возможностью поработать сегодня у нас в гостях наталья это наши партнеры социальные адаптаторы из германии и сейчас мы будем разговаривать на эту тему здравствуйте начнем мы наверное самого основного это какие требования каким требованием должен соответствовать соискатель для того чтобы приехать в страну вот именно в качестве опера ну на самом деле мне кажется все просто нужно просто быть возрасте от 18 до 27 лет обладать амбициями хотеть посетить эту страну хотите выучить немецкий язык и наверное любить обращаться с детьми да действительно это самый важный момент а окей от 18 до 27 лет относительно знания языка то есть должен ли соискатель обладать знаниями языка английского немецкого или как вообще будет лучше да на самом деле нам нужен язык минимум один но естественно чем лучше вы знаете немецкий тем проще вам будет здесь существовать и общаться с вашей семьей скажи пожалуйста нужны ли какие-то сертификаты или просто достаточно того что соискатель заявляет о том что знает язык и может пройти краткое собеседование если он знает язык то нам нужен сертификат если он его знает он может сдать экзамен и получить этот сертификат это будет преимущество вообще в дальнейшем да окей хорошо какие дальше основные критерии для соискателя основные критерии то есть если вам понравилась эта идея то тогда мы начинаем просто собирать пакет документов естественно от вас нужно ваше резюме чем вы занимались последние 17 18 19 лет какие школы закончили естественно все это нужно приложить составить мотивационное письмо почему вы хотели бы посетить эту страну что вас привлекает в работе губернатки или няне какие у вас амбиции а то есть это нужно естественно на бумагу изложить потом то есть стандартные требования по визе то есть у нас есть бумажка на которой четко написано какие нам нужно собрать документы для подачи на визу и естественно мы за два месяца до того как хотим переехать подаем на визу оформляем все и с руками и с ногами принимаем наших любимых няней окей скажи пожалуйста относительно образования то есть какие документы то есть образование должно на соответствии все у человека должно быть куда педагогическое образование или то есть может абсолютно любое да то есть наверное самый важный момент доказать своем мотивационном письме свои намерения да почему человек из может он любит общаться с детьми или вот еще относительно опыта то есть должен ли быть какой-то опыт и как вы можно подтвердить ну конечно желательно чтобы был у нас какой-то опыт то есть либо опыт старшей сестры либо опыт тети сидения с племянниками общения с детьми лучше всего получить рекомендательное письмо от родственников или от друзей а может быть у кого-то есть опыт в бэби-ситтинге да то есть это все чем чем больше и красивее мы обоснуем наш приезд тем лучше это будет хорошо а теперь расскажи пожалуйста вот о самом самом процессе работы да то есть сколько там получается 20 часов недели на какие выплаты может рассчитываться искатель ну так как опер это слово пришло к нам из французского языка и значит по взаимовыгоде то есть один помогает другому то здесь немножечко не нельзя это назвать работодателем да то есть это больше как проживание в семье где ты получаешь карманные деньги на какие-то свои личные расходы ты помогаешь по дому и получаешь карманные на карманные расходы 30 часов в неделю составляет максимум рабочее время на которой семья может рассчитывать а взамен она платит 260 евро в месяц карманные расходы плюс 50 евро за какой-либо курс языковой то есть можно выбирать любой языковой курс какой по душе где находится дорогу туда тоже семья оплачивает и вот так вот происходит это все от 6 до 12 месяцев возможным пребывания в стране как опера окей хорошо скажи пожалуйста относительно больничных и страхования то есть ну застрахован ли наш соискатель от принимающей страны или нужно покупать какие-то страховые полисы самостоятельно да это это очень важный вопрос в этом деле естественно немецкое государство в этом позаботилась чтобы все было максимально просто и комфортно и наша соискатель полностью застрахован от нашей гостевой семьи то есть они обязуются еще до подачи визы заключается страховка полностью которая нужна нашему соискателю на пребывание в стране и медицинское и частное и несчастных случаев то есть полный пакет окей хорошо скажи пожалуйста относительно отпуска выходных дней отпуск выходные дни отпуск у нас 4 недели полный за год воскресенье у нас отпуском и выходным днем не считается то есть воскресенье это не в неприкасуемый день он всегда выходной что касается выходных дней у нас в неделю полтора выходных дня друг за дружкой то есть это может быть понедельник и полвторник этому и раз в месяц а вот эти вот дни могут нападать на выходные как удобно но это естественно все по договоренности с гостевой семьей то есть это мы сейчас разговариваем о законодательстве а на практике в основном все договариваются как нужно то есть так как это и есть вот это взаимодействие да то есть я тебе тут посижу чуть чуть больше ты мне за это там дашь выходной да все друг с другом договариваются и все очень даже хорошо происходит окей но в принципе то есть как я понимаю это вообще очень уникальная возможность приехать страну выучить язык в последующем это как является как таким шагом для дальнейшей легализации то есть в будущем человек может понять нравится ему эта страна или нет в принципе под эти критерии могут подойти вообще многие даты здесь нету каких-то прямо таких вещей которые бы скажем так усложнили этот путь для приезда в эту страну ну наталья скажи пожалуйста что еще есть добавить может быть мы что-то забыли рассказать какие-то важные моменты упомянуть мне кажется мы все важные моменты упомянули единственное что вот эта программа здесь максимально год то есть продлению она не подлежит это это очень важный критерий который нужно понимать изначально что у нас еще ну естественно если эта программа интересно то нужно начинать учить язык окей тогда на этом сегодня у нас всего если у вас возникли какие-то вопросы и вы хотели бы приехать в германию по данной программе тогда пожалуйста оставляйте ваши заявки на сайте который будет указан на экране также пишите комментарии мы обязательно ответим на все ваши вопросы и в случае необходимости можем полностью сопроводить вас до момента приезда в германию всем пока до скорых встреч